всем привет по поводу косяков зазоров и всякой и прочей хрени про автоваз говорят что мол вот там фигня такая что сделано вот а бы как я не хочу опять же сейчас начинать эту всю канитель но хочу сказать что следующее нет я конечно покажу вот у корейцев тоже все это канитель но вот но я считаю что докапываться до всяких вот этих мелочок считает не нужно почему потому что порядок что все эти машины бюджетные вот и как-то здесь верно старается где-то как-то начнем сэкономить поэтому говорить о том что здесь все вот так вот чуть-чуть там кривенько то чуть косненько но я считаю это ненужным давайте мы наверно на эту тему больше не будем как бы заморачиваться но я так считаю левая сторона видите да то же самое идет 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 она приходит тоже двери 1 выше 1 не то есть как бы ничем не отличается ну чтобы не было сомнений что это solaris видно до solaris здесь также нет и кнопки открывания багажника это так багажник у нас закрыт до видно да то есть при желании можно и здесь найти кучу всякой фигни что я стараюсь не делать но раз уж пошла такая у нас тема что мол вот продукции я не буду называть модель продукции автоваза щели там косяки дверь на два метра выше ниже здесь тоже можно найти найти кучу всего и вот например еще один solaris тоже смотрим вот бардачок до упал еще раз микро листы как не было таки нет и вообще без подсветки багажник черт бардачок пожалуйста но так чем проблема по поводу вот этого подлокотника вести вот новый solaris смотрим видно да никто про это про это ничего не говорить но болтается и болтается это же solaris правильно иначе надо здесь вот и тишина а там это же место пожалуйста с ноги болтается ну как бы вот так вот видно даже сама этот тоннель ходит черная машина тот же солярис видно да разница в дверях пошли вверх мы приходим то же самое если так присматриваться выше ниже здесь уже здесь шире как-то только только завода машина но корейцы не стесняются тоже с другой стороны левый борт смотрим ну вот киа рио практически тоже миллиметра два разница по высоте дверей ну и плюс опять же вот это да чудо йода с дыркой ну вот новая машина да мы смотрим вот это вот дело такое да ходит ходуном я не знаю но в общем то наверное сэда стара тоже так же ну да здесь все на виде ходит ходуном как-то вот так или вот еще киа рио видно да стык как бы может единичный случай да нет вроде рядом стоит еще один киа рио то что также даже еще и больше это не стыковочка этот видите и чё вот тоже да никак не западает по высоте не стоит искать тоже косяк большой укажем модели есть какие-то свои нюансы я считаю тоже здесь если так сильно придираться тут тоже можно вон видите здесь тоже выше ниже и что такая сборка сейчас все так и сделается поэтому говорить о том что какая-то машина оставляется хуже или лучшей я считаю это бы такая глупость придираться к этим мелочам вот новый киа соул видно да здесь вот так не стыковка сдвинут капот туда здесь ровно то вообще вот здесь вот эта часть хуже а это шире какая-то тоже фигня правильно или вот здесь видно да щель такая удача на уже пошла ну и что вот киа рио x-line тоже видите да хоп здесь так здесь вот щель пошире ну собрали криво криво ну что дальше делать но такая вот она есть стреляться теперь за это что ли или как или вот тоже видно на пластиковый обвес криво его поставили ну что делать вот такое вот но бывает не знаю если смысл до сего это да да культуру сборки все остальное это это понятно но тем не менее под еще раз что бюджетная машина я считаю что в общем то ну как бы не стоит уж так сильно на этом акцентировать внимание вот стоит уже как бы отлаженная совсем да это киа сид универсал то же самое видите здесь красный стыковочка шов пошел узкий вот он все решили тогда здесь тоже щель какая ну и что не брать такую машину ну не знаю кстати про доставку вот обратите внимание стоит машина киа рио сзади еще одна и посреди каком они состоянии то есть вот так вот их везут на автовозе и вот в такое состояние они превращаются приехав из питера то есть грубо говоря тысячи почти 1300 помада километров они преодолели вот посмотрите в каком состоянии также нет ни пленки сверху ничего весь этот пескоструй сразу и по фарам и по всему практически кузову потом якобы я помою и 2 предложат ее как новую то есть корейцы тоже да этим не занимается вообще просто никак никакой пленки ничего нету как есть погрузили погнали еще раз давайте мы не будем париться по поводу всяких вот этих вот мелких мелких неточностей но это практически есть у всех все на этом все всем пока счастливо